Всем привет, друзья! Вы на канале Skytop Games, и это краткие мысли о том, собственно, что происходило на стресс-тестах и что сейчас происходит на тестах, и что ждать нам в обновлении, в грядущем обновлении, которое по-любому должно выйти к Новому году, потому что Донде невыгодно уже тянуть кота за его маленькие яички, но расскажу о самом главном, что я заметил. Да, эти посты были у нас во всех соцсетях, но, насколько я знаю, многие из вас поленились это прочитать, либо кто-то не знает, кто-то не видел, либо что-то еще. В общем, как я обещал, запишу данный ролик, где я, возможно, что-то дополнил. В общем, слушай внимательно. Итак, что нас ждет? Новое введение. Это герерозавр плюс система лазания, дилофозавр, яды дилофозавра, новое поведение искусственного интеллекта тенантозавров, изменение погодных условий, изменение графики, изменение стамины динозавров, новая альт-атака дриозавра, мутации, древо, как в Бермуде, но их, к сожалению, отключили. Вчера на стриме мы это видели. Других динозавров я не чекал, но вроде что-то изменилось, просили очень тестить двух новых. Теперь вкратце по порядку. Во-первых, два новых динозавра это круто. В особенности мне понравилась геререрка, плюс новая уникальная система лазания по деревьям и скалам. Обзор на нее я сделал. На канале уже есть ролик, кто не видел, вперед смотреть. Так что думаю, что-то еще про нее дополняет, но не знаю, если что, дополним ниже. Есть еще одна фишка. Если зажать F и левую кнопку мыши, у герки засветится капюшон и начнет набухать на подбородке. Своего рода это, как я сначала понял, вроде бы скрытое общение между герками, то бишь чат, знаете, да, не издавая звука. Но вчера мы протестили, и, собственно, это своего рода ты просто подаешь знаки. Если ты играешь в компании друзей на герках, ты можешь таким образом подавать какие-то знаки условные, так скажем, да. Дилофазавр. До конца я его протестить не смог. Постоянно, да, я подыхал от голода. Вчера я также это говорил. Либо приходилось отчасти каннибалить своим видом. Место спауна для дилки, как мне показалось, выбрали немножко неудачным на востоке. Была одноказана всю местность. Конечно, может быть, я не там искал. Приходилось бежать в более удачное место для поиска пищи. Там, где спаун был для Гереры. Там и козы, и кабаны, и тенонты, боты. Кстати, последние боты тенонты, теперь ты к ним на метр не подойдешь. Эти заразы теперь начнут тебя забивать до смерти. А не просто они теперь тупят, стоят на месте, либо вовсе убегают. Нет. Ходит толпами особи по 4, 2 фула, как правило, сап и джуф. Короче, продолжим за дилку. Обзор на канал на нее я, как и обещал, я обязательно сделаю. Как только у меня будет такая возможность, я сделаю. Дилка такая же опасная, как по мне, как в Легаси. Мне так показалось, это мои мысли. Ее крики наводят ужас. Серьезно. Хороший блидер. И, как я заметил, у нее есть двойная атака через альт. Вчера на стриме это пробовали. Если быстро нажимать альт плюс левую кнопку мыши, еще раз левая кнопка мыши. Да, и также она очень быстро достаточно кусается. Очень быстро. Ты нажимаешь постоянно левую кнопку мыши, она просто наносит укус за укусом. Так же делает двойной. Так же ее яды. Голюны также наносят небольшой урон. Как я понял, по их применению, что-то похоже на яды троадонов. То есть, как ими работать, скажем так. Система практически такая. Да, ну вы могли где-то уже подчекать, как она работает. Соответственно, ролик я про нее запишу отдельно. Я обещаю. Мы, кстати, вчера на стриме это разбирали. Отличная стамина и трата запаса пищи минимальная. Вот. Что мне реально понравилось. Наелся и не паришься особо в поисках новой пищи. То есть, мне ровно сутки хватало, чтобы не питаться. Вроде как говорили, яда лучше работает ночью, но я не испытал такое счастье. Ночное зрение Дилки... Мое мнение, опять же, мне вообще не понравилось. Я ожидал большего. Кажется, что у Геррера оно и то лучше. Стамина, на которую все жаловались, исправили. Но ей также нужно распоряжаться разумно. Чем больше вы отдыхаете, если так сказать, она дошла до минимума, и восстанавливаете ее до конца, тем быстрее в дальнейшем она будет восстанавливаться. Как мне показалось, все-таки есть изменения. Да. Совсем забыл сказать. Теперь в меню вашего динозавра, там где прописан статус, где показывает, что вы отравлены и прочее, появилась новая надпись Wounded. Это означает, что вы либо серьезно ранены, либо при смерти. С этой хреновиной вообще не советую бегать. Было такое, что у меня не было бледа на Герке. Я просто свалился с гребаного дерева и серьезно так поломался. Четвертый экран, все дела. Через минуту бега я просто вернулся в главное меню и сам не понял, что произошло. Еще о Герерке. Теперь у нее есть три иконки-лапки, которые указывают на то, что вы можете зацепиться или даже поломать кости при приземлении на землю. Погода. Гроза – это что-то с чем-то теперь. Прямо чувствуется боли. Ветра, ливень, гроза и нескончаемые молнии. И, конечно, на тестах мы вчера смотрели, это не особо так еще пока, скажем, не то чтобы реализовано, да, но есть где-то баги, но это все поправят. Но вот часть этого экшена мы видели, особенно ночью. Феерическое зрелище. Атака для Дриозавра бьет теперь он, как Джеки Чан. Да. Графика. Графика однозначно, она поменялась еще лучше. Одним словом, пушка. Не знаю, что они еще добавили, но это огонь. Компсагнат, птеродактиль и эти твари воруют еду прямо из-под носа. То есть они могут съесть целый труп. С этого я просто охреневал. Кабаны и козы ходят с тайками, хотя есть и одиночки, вроде не сильно. Первые агры, кстати. Хотя видел курицу, которая атаковала кабана. Реально. Жалко, что это нельзя было снимать. Я бы сейчас это сделал каким-нибудь шорцем гребаным. Это было приятно посмотреть. Альт-атаки бесконечные у динозавров, когда полностью затратите стамину. Может и в простой ветке они так же, я уже не помню, честно. Оптимизация. ФПС у меня стал выше процентов на 20. Баги были, но не буду о них. Куда ж без них. Доходило до смешного порой. Людей отключили. Их не было. Я даже не знаю, будут ли они при выходе Герера и Дилы. Скорее всего, я думаю, нет. Мутации, как сказали, не в приоритете. Сейчас они отключены и их не будет в следующем обновлении. Но они сделали древо мутаций. Кто-то, может, уже видел. В общем, я обязательно скоро вам скину этот скриншотик. Да. Отчасти уже немного понятно, как все будет работать. Так что потом, в дальнейшем будут обязательно гайды. Все разберем. Ну, что могу сказать. Короче, в принципе, стоило долгих ожиданий. Посмотрим, что будет на выходе. Наверное, сказал все. Если что, потом где-то отдельно я дополню, расскажу, напишу. Конечно, я мог что-то и забыть. Для тех, кто не видел, советую посмотреть наш стрим. Ссылка в описании. Может, подчерпнуть что-нибудь для себя ты сможешь. Что-то, надеюсь. Ну, остальным я говорю огромное спасибо за вашу поддержку, за любовь к каналу. Кто бы что ни говорил, ребят, спасибо вам огромное. Вы самые лучшие. Да. Извините, что стримы и ролики бывают не такими частыми, как вам хотелось. Просто немножко времени сейчас не хватает. Маленькая дочка его забирает, да. Ну и пользуюсь моментом. Всех с наступающим Новым Годом. Берегите себя, мирного неба над головой и хорошего выживания за Айла Врима. Скоро увидимся. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»